Здравствуйте, вы смотрите студию Репортер. Меня зовут Анна Городенцева. Говорить сегодня будем о рейдах, которые проводит патрульная полиция. У нас в гостях пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко. Здравствуйте, Алла. Добрый день. Я знаю, что вы проводите сейчас очень много рейдов патрульной полиции. Вот буквально сегодня прошел рейд на рынке привоз, который уже нашумел. Назвали это борьбой с нелегалами. Расскажите, что это был за рейд? Это комплексный рейд. Это не только борьба с нелегалами, это также борьба с незаконной торговлей, стихийной торговлей, которая, к сожалению, существует. И люди, покупая товар, иногда с земли абсолютно не знают, что они берут и какие последствия после поедания этих продуктов могут наступить. Поэтому совместная работа. Это не только патрульная полиция, это также были и сотрудники департамента торговли, а также были сотрудники миграционной службы. И каждый отрабатывал в своем направлении. То есть да, сегодня немножко всколыхнули привоз. Почему? Потому что знаем, что там достаточно большое скопление людей, которые незаконно находятся на территории нашей страны, при этом нарушают всяческие законы. Поэтому сегодня провели подобное. Однако скажу, что это не первый случай и не первый выезд, потому что мы это проводим минимум два раза в неделю. На прошлой неделе мы выезжали на Киевскую трассу, где также все видят, что вдоль дороги проходит торговля продуктами. Это овощи, это фрукты. Опять же, неизвестно, откуда привезены, неизвестно, кто их и как продает. Поэтому тоже на прошлой неделе был подобный рейд. Было доставлено более 10 человек в миграционную службу для дальнейшего выяснения их личности и также принятия мер, если это необходимо. Ну и в дальнейшем эта работа также будет продолжаться. То есть подобные рейды есть и будут. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый, у кого какие-то есть неполадки, какие-то проблемы с нахождением на территории Украины, чтобы они все-таки сверили свои документы и привели их в порядок. Ну и также хотелось бы, чтобы одесситы, гости Одессы, покупая товар, все-таки покупали чистые, здоровые, хорошие товары и получали удовольствие от этих продуктов. А есть сегодня задержанные? Сегодня около 8 человек было задержано. Задержанные это громко сказано. То есть они были доставлены в миграционную службу для дальнейшей проверки уже их личности и документов. Ну и, возможно, депротации, да, если... Это уже будет, да, выяснять и проводить дальнейшую работу сотрудники миграционной службы. А с каких стран в основном такие нелегалы, торговцы? Ну, в принципе, разные страны. Мы сейчас не будем называть. То есть есть разные моменты. Были небольшие конфликты, вспышки конфликтов. Понятное дело, что это привоз, скопление людей. Собственно говоря, уже человек в форме вызывает некоторую агрессию, даже не разбираясь, какова причина того, что вот почему пришли и почему работают. Ну, в принципе, как таковых особо острых конфликтов не было. Это всего лишь наша работа, и мы будем продолжать ее делать. Я знаю, что недавно был еще один рейд, да, вместе с инвалидами-колясочниками. Вот расскажите о нем, пожалуйста. Да, буквально на прошлой неделе был подписан закон о том, чтобы в течение трех месяцев подготовить парковочные места для автомобилей и людей с инвалидностью. Мы ранее уже выходили с активистами на улицы нашего города, показывали эту проблему, говорили о ней. И вчера, в принципе, мы утром вышли проинспектировать центральные улицы города как по парковочным местам, так и по съездам, по пандусам. Насколько удобно, насколько готова Одесса к тому, чтобы люди, которые ограничены в передвижении, которые пользуются коляской, могут передвигаться в центральной части города. Также отмечу, что Максим работает непосредственно, проводя экскурсии для групп людей с инвалидностью. Поэтому вчера мы прошли вместе. Да, есть проблемы, но и есть автохамство со стороны наших водителей, которые оставляют как угодно, где угодно автомобили. При этом, если приходят, еще пытаются хамить, хамить открыто, не задумываясь о том, что человек находится в довольно-таки сложном положении. И вместо того, чтобы извиниться и мгновенно убрать автомобиль, то еще возникают конфликты. Но помимо этих людей есть и мамы с колясками, которым также сложно, которым также приходится выходить на дорогу, рисковать собой и малышом в коляске. Потому что в это время кто-то оставил свой автомобиль на тротуаре и ушел решать какие-то свои, наверное, очень сильно важные вопросы. А вот если не в рамках рейда, да, вот о поседневной жизни, вот какие меры может предпринять патрульный в такой ситуации, да? Мы принимаем меры, независимо от того, рейд или нет, у нас работают экипажи, которые работают совместно с эвакуаторами. То есть в случае выявления подобного нарушения, когда автомобиль стоит на пешеходном переходе, когда автомобиль препятствует проезду транспортных средств, препятствует пешеходам. В таких случаях, если пришел водитель, выписывается постановление и водитель обязан оплатить штраф 510 гривен. Если же водителя нет, то есть вчера во время рейда, ну и каждый день это происходит, к сожалению, автомобиль эвакуируют на арестплощадку. То есть водитель приходит, автомобиля на месте нет, он звонит оператору 102, который сообщает, что ваш автомобиль за нарушение правил дорожного движения эвакуирован. Вследствие чего водитель обязан оплатить штраф 510 гривен, затем эвакуация и содержание автомобиля на арестплощадке. То есть это где-то минимально полторы тысячи гривен. А вот пешеходы они тоже нарушают, да, это не секрет. Вот опять же, есть ли случаи, когда пешеходы были доставлены на беседу или там были выписаны штрафы? Я знаю, что будет недавно тоже такое рейд. Да, 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 работа с пешеходами ведется. К сожалению, это самая незащищенная категория участников дорожного движения. Ну и, скажем так, самая наглая и малодумающая. Почему? Потому что нарушают неглядя, рискуют собой, перебегают через дорогу, создают проблемы для водителей, создают аварийные ситуации, но и подвергают себя и свою жизнь опасности. Да, патрульные работают, то есть за 7 месяцев у нас составлено более тысячи административных материалов за нарушение правил дорожного движения пешеходами, а также проводятся профилактические беседы. Что касаемо наших рейдов, да, мы их проводим. Я вот планирую, все-таки советовалась, конечно, говорят, наверное, это будет по-злому, но все же сделать подборку фотографий с мест ДТП, где были пешеходы и где страшные последствия. И, собственно говоря, проводить профилактику с нарушителями, показывая эти фотографии. Конечно, это будет со взрослыми, это не будут дети, но, как показывает сейчас практика, как раз дети меньше бегают, а они больше бегают с родителями и с бабушками. То есть во время совместного рейда, несколько недель назад, у нас и был такой случай, когда бабушка буквально 20 метров пройти не захотела, за руку ребенок 5 лет, мальчик, она идет и стоит уже, в принципе, на осевой, на двойной сплошной, на улице Сигецкой. Мы ее дружно вернули назад, опять же, безопасно вернули. Начали проводить беседу, она стала говорить, что, собственно говоря, спешит, и у нее больная нога. Я говорю, ну вы меня извините, у вас ребенок. С вами стоит малыш, даем ей распечатку. Мы подготовили специальные флэера со статистикой и с памяткой для пешеходов. На что она радостно ответила, ой, малышу, что вот смотри, маленький, ты сегодня еще не читал, азбуку не повторял, сегодня ты будешь читать эту памятку. Я говорю, дай бог, чтобы эта памятка была для него понятна, и он понимал, что он делает, и не брал с вас примеры. Рейдов очень много, да, неразнообразно, это и парковки, и те же нелегалы, и так далее. Вот какие потом итоги рейдов? Как они влияют в дальнейшем на работу патрульной полиции, или на саму проблему, на решение самой проблемы? Сама проблема решаема в том плане, что, ну, конечно, это статистика, это цифры, то есть, да, там такое-то количество протоколов, такое-то количество штрафов, но все-таки, мне кажется, сложно, тяжело, долго, но это воспитание наших водителей. Вот буквально где-то, опять же, несколько недель назад мы работали в центре города с эвакуатором в районе Книжки. В принципе, это можно назвать очень такой работой, знаете, как вода в песок. То есть мы ушли с одной стороны, с улицы Троицкой мы передвинулись на улицу Еврейскую, вернулись туда, опять все гроздьями забито автомобилями. Снова приезжает эвакуатор, несколько машин уезжает, десятки админпостановлений мы выписываем. Сложно это, но, тем не менее, я надеюсь и вижу, в принципе, результаты есть. Почему? Потому что, да, есть места, где водителей сложно перевоспитать, есть места, где уже приходишь, видишь, результат есть. То есть мы останавливаться не будем, мы будем продолжать работать. Как по детскому травматизму обстоят дела? Я знаю, что сегодня было крупное ДТП на обездной дороге. Да, сегодня было дорожно-транспортное происшествие, в результате которого дети-пассажиры получили травмы. Это детки 4 и 6 лет, а также малыш 4 месяцев. Дети были пассажирами и во время столкновения получили травмы, доставленные в больницу на диагностику. То есть вечером я буду уточнять их состояние здоровья. Однако хотелось бы сказать, что все-таки родители были внимательными, потому что перевозя деток, надо учить их, надо их обезопасить. Это ремни безопасности, это кресла, это детские автолюльки, в которых ребенок надежно закреплен и не получит травмы при торможении и тем более при столкновении автомобилей. Что касаемо дорожно-транспортных происшествий, ну, боюсь не то, что хвастаться, но скажу, что всплеска дорожных аварий с участием деток нет, дай Бог, чтобы так и было, но все-таки родители должны смотреть, контролировать, напоминать и показывать достойный, положительный пример. Наши дети берут пример с нас. Я знаю, что было сразу несколько ДТП, где пострадали детки и где скрылись водители. Вот как можно с этим бороться? И потом как-то это отражается, да, то, что водитель скрылся, может быть, большая мера наказания? Да, конечно, это предусмотрено и уголовным кодексом в том числе, то есть это страшное дорожно-транспортное происшествие, которое было на прошлой неделе, когда был наезд на женщину на Грушевского, водитель бросил автомобиль, с места происшествия скрылся. Однако, в принципе, там со следователем также общалась, уточняла, есть уже наработки. И что касаемо хозяина, естественно, это быстро узнается, и что касаемо водителя, который был непосредственно за рулем и причастным к ДТП. Помимо того, что это есть квалификация по уголовному кодексу, а за оставление человека в опасности, это еще плюс ответственность, опять же, по статьям уголовного кодекса. Что касаемо дорожных аварий со скрывшимся при механических повреждениях, к сожалению, на сегодняшний день это также есть проблема, в особенности те автомобили, которые на номерных знаках и на регистрации других стран. Однако, работаем благодаря тому, что есть все-таки много видеокамер, свидетелей, очевидцев, то есть благодаря людям, которые не остаются в стране, благодаря видео находим, раскрываем эти дорожно-транспортные происшествия, где водитель впоследствии направляется в суд, вызывается в суд, и к нему уже принимаются меры административного воздействия. Скажите, как у нас дела с ДТП водителями, которые были в пьяном, в алкогольном опьянении? Как-то есть какая-то тенденция? Снизились они или все без изменений? Сейчас я знаю, самая частая причина. Да, если сказать, я, в принципе, отслеживаю еженедельно цифру. К сожалению, сейчас, вот последних несколько недель, вот июль, июль месяц показывает, идет возрастание количества выявлений нетрезвых водителей, а также возросло количество механических дорожно-транспортных происшествий. Но механику мы можем списать на то, что жара, очень часто это и есть основным фактором того, что человек где-то устал, отвлекся жарко, не заметил, и результат это ДТП механического характера, и, слава богу, без пострадавших. Что касаемо пьяных водителей, ну, конечно, это есть. Все это выявляется, направляются материалы в суд, и там уже принимаются меры. Буквально недавно видела информации наших судов о том, что достаточно много принимается решений в пользу того, что водителей обязывают оплачивать штраф, а на сегодняшний день штраф минимальный – это 10 тысяч гривен. Вот при этом какие-то есть планы ближайшие рейды? Какие будут рейды? В ближайшее время мы продолжаем работу по… Эвакуация – это ежедневно, продолжаем работу с миграционной службой по нелегалам, также мы продолжим работать по пешеходам. Все-таки, в принципе, все эти рейды, все, что происходит в городе, то, что видят Одесситы, это, в принципе, моя такая инициатива, потому что я понимаю, что это надо, 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 надо делать. Патрульные, понятно, что они заняты, и это их ежедневная работа, но я бы хотела, чтобы все-таки Одесситы это видели, знали, не потому что это мой интерес личный, а потому что благодаря вам непосредственно при оформлении одного водителя десятки должны задуматься, надо ли оставить автомобиль, надо ли ему нарушить правила дорожного движения. Все-таки хочется воспитать одесситов, водителей Одессы, так, чтобы мы вышли на более достойный уровень, а не говорили о том, что у нас автохамы и многое другое нехорошее, то, что у нас есть в соцсетях, да, группы, где кто как паркуется и как мы называем этих людей. То есть все-таки хочется перевоспитать, воспитать, показать достойный пример и сказать, что все-таки Одесса, да, мы молодцы, у нас красивый город, и мы достойно воспитанные водители. Ну, а все автохамы появятся на экранах телевизоров. Да, благодаря вам и благодаря неравнодушным людям, благодаря социальным сетям мы все-таки об этом говорим и молчать не будем, поэтому все-таки мы движемся к тому, я думаю, что мы придем к хорошему результату, положительному. А рейды они будут, и всевозможные. Будем вас приглашать, будем информировать одесситов. И вы знаете, я выезжаю на все эти рейды и всегда присутствую, общаюсь с людьми, то есть пока патрульная работает, пока ребята делают съемку, то есть я успеваю еще пообщаться, спросить у одесситов, у гостей, как вам нравится. Либо они даже сами подходят, то есть в принципе из 100% людей, то есть 95% все говорят, да, здорово, молодцы. Ну, 5, конечно, Абабаяга против. Ну, это нормально. Спасибо большое за эфир. У нас в гостях была пресс-секретарь, патрульная полиция Ауа Марченко. Мне зовут Анна Горяденцева. Оставайтесь с репортером.